Ну а следующая история, как говорится, с душком. На горячую линию ОНТ позвонили жители одного из домов в Мочулищах под Минском. Они буквально задыхаются. Из-за едкого запаха в квартирах первого этажа жить стало просто невозможно. Источник проблемы — подвальное помещение, которое по щиколотку затоплено нечистотами. Жители жалуются, коммунальщики оправдываются. Ситуация изменилась лишь с приездом съемочной группы. В чем причина коммунальной проблемы, попытался разобраться Константин Глобокий. Коммунальный ад. Иначе не назовешь антисанитарные условия, а в них люди живут вот уже несколько лет. Дом буквально утопает в канализационных отходах. Там сейчас примерно сантиметров 25, не меньше, в подвальном помещении дома. Восьмой год сплошных мучений. С изрядной периодичностью дом на улице Молодежная, 31, заполняется коричневой субстанцией по самые цокольные этажи. Содержимое подвалов испускает зловоние, портит стены, а жильцам нервы. Я проживаю непосредственно вообще над этим подвалом. Вот окна в моей спальне. И вот, как видите, мне приходится жить. Запах ужасный. И кто приезжает в гости, соответственно, спрашивают, как вы здесь живете. Этот многоквартирный дом в Мочулищах не видел ремонта более 12 лет. Хотя жильцы исправно платили за техобслуживание. Но его не было и не предвидится. В подвале антисанитария. Из всех квартирантов на условия не жалуются только крысы. У грызунов здесь полный комфорт. Измучены этим, жильцы многоэтажки стали писать, звонить и лично оббивать пороги разных инстанций. Ведь платят за коммунальное благо, а получают коммунальный кошмар. Тут люди заслуженные живут, честно говоря. Военные пенсионеры. Действующий военный. Вот сейчас летчик прошел. И он не один же. Тут много кто служит. Заслуженные люди. Вот Сергей Николаевич, он, например, и афганец, и чернобылец. За объяснениями идем в управляющую компанию. Начальник ЖЭО не отрицает дом с проблемами. Но помочь он якобы ничем не может. Не в его компетенции. Был засор на центральной линии центральной организации, за которой балансный содержатель, водоканал Минского района. Мы, соответственно, сообщали им. В данный момент сейчас проверим, пробили ли они, не пробили ли они. Но с утра еще в колодце линия стояла. На предприятии водоканал Минского района уверяют, канализация работает в штатном режиме. Только за последний год в Мочулищах поменяли полтора километра старых сетей, увеличив тем самым их пропускную мощность. Иногда происходят такие остановки, но остановки зачастую происходят из-за нарушения правил эксплуатации и пользования самих потребителей и абонентов. Причиной данного засора явились салфетки влажные, которая в последующем накопилась. И в виде засора образовался затор и преграда самочувственной системы канализации. Внутридомовая канализация в зоне ответственности коммунальщиков – это трубы от дома до выходного колодца. Внешняя канализационная сеть отколотся в общую систему в обслуживании водоканала. И никто не хочет совать нос в чужое. Председатель Мочулищанского пассисполкома называет это разграничением балансов ответственности. Есть уже контакт на то, чтобы все-таки кардинально решить вопрос о том, что совместно два предприятия – жилищник Минщина и водоканал Минского района – создадут рабочую группу, досконально обследуют все системы – и внутридобовые, и внешние канализационные сети, и придут к общему решению, и мы в этом им поможем. За свежий воздух жильцы готовы биться до конца. Хотя сразу же после нашего визита сюда выехала осенизационная машина. Канализационные отходы из подвалов откачали. Но жильцы боятся, что точка в этой дурнопахнущей истории все еще не поставлена. Константин Глубокий, Сергей Вяль, Наши новости ОНТ.